Великий Всемогущий, Бог наш и Царь наш, мы превозносим Твое имя. Мы, Господи, благодарны Тебе за Твою милость и за Твое благословение. Благодарим Тебя, Господь и Бог мой, за это присутствие. Мы нуждаемся, Господи, в Твоем водительстве и мудрости Твоей, Господь. И просим, чтобы Ты благословил всех нас здесь, чтобы, Господь, мы могли быть открыты, Господи, чтобы воспринимать информацию, которая, мой Бог, пригодится к нам, и будет необходима нам. Просим Тебя, чтобы Ты благословил, Господь, и дал нам мудрость во всем. Просим Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Значит, Межзаветний период. Задам Вам вопрос. Вообще, как бы, Вы знаете, что такое Межзаветний период? Да, да. Ну, что Вы подразумеваете более конкретно? Есть еще какие-то варианты? Это время пророка Малахи, да? Ну, еще есть какие-то варианты? Ну, обычно это самое распространенное, да, такое вот мнение. Спасибо. Обычно это самое такое, знаете, распространенное мнение, что Межзаветний период, это, ну, это можно пока не записывать, мы будем об этом говорить более детально. Это период, когда, значит, да, особо распространенное мнение, это значит, что, который заканчивается последним пророком в Писании, который у нас является Малахи, да, и первым пророком, который появляется в Новом Завете. Кто был этим пророком? Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, совершенно верно. Вот. Что вот именно этот промежуток времени, он называется Межзаветний период. Ну, знаете, здесь есть много разных таких… Сильное эхо такое, чуть-чуть убери. Здесь есть разные мнения, мы будем чуть позже об этом говорить. Но, в принципе, это, как бы, в действительности большая часть именно этого времени. Значит, то есть, другими словами, что период между Заветами, да, и рассматривать с вами. Мы будем рассматривать теоретический фон иудаизма в этот период. Знаете, обычно, традиционно, вообще, в литературе богословской, ну, как бы, палестинским иудаизмом, ну, лично мне не нравится название палестинским, потому что это не то название, которое вообще должно звучать. Я бы сказал, конечно, больше, что это израильский иудаизм, но здесь, как бы, мне бы могли бы, ну, сказать против этого в том отношении, что в этот период, как бы, уже наступило раздельно. Израилем два государства. На сегодняшний день есть одно государство, слава Богу, да, что оно сегодня не раздельное, оно цельное. И поэтому многие, как бы, обедняют, и говоря вообще, что это земля, она, это земля Палестина, да, ну, то есть здесь есть разные корни от этого происходящего, да, откуда это берётся. Сейчас у нас мы не об этом говорим, но мне нравится это название. В иудаизме именно межзаветнего периода или становление, появление этого иудаизма, да, развитие иудаизма, который начал появляться и разделяться в направлении основных трёх сект. Помните, какие это секты были, да? Какие? Кто помнит? Фарисеи, саддукии и... То есть иудаизм, он развивался таким образом. Поэтому вот мы будем говорить о культурно-историческом фоне иудаизма. Здесь нам необходимо будет говорить немножко о Персидской империи, о Греческой империи, потому что они все, эти империи, они повлияли на Израиль, на иудаизм этого периода времени. Значит, мы затронем вопросов, связанных с Александром Македонским, с селефкидами, хосмонеми, немного поговорим о Римской империи. Вот. Также мы будем рассматривать социально-политический фон этого периода, то есть иудейская литература периода Второго Храма, секты, то, что мы только что говорили, да, партии, классы этого периода, институты, какие были в это время, то есть это Храм, Синагога, Синедрион. Также мы посмотрим философский фон, значит, философии, какие существовали в этот момент, таинственные религии или мистические религии, которые также присутствовали. И самое важное, то, что, может быть, в итоге будет нам показывать, это мессианские надежды и эскатология. Значит, давайте всё-таки более внимательно определим, что такое есть вот этот вот период между заветами. Есть три мнения на эту тему. Основное, конечно, это мнение, вот как мы уже определили, да, что это между пророком Ветхого Завета Малахией и Первым Пророком Нового Завета Иоанном Крестителем. Что вот это вот, это как бы чаще всего, когда вот спрашиваете вы кого-нибудь или говорите с кем-то в межзаветном периоде, да, то чаще всего именно говорят об этом периоде. Что вот как пророки перестали говорить, да, и как вновь пророки стали говорить. То есть это период, когда, ну так ещё по-другому говорят, что Бог молчал в это время. Я не думаю, что Бог молчал вообще в это время, да, то есть мы не видим, чтобы Слово Божье, оно говорилось в таком откровении, чтобы оно было запрямо, да, ну, к людям, тем, которые оставались верными Ему, тому остатку. Конечно, больше, как я уже говорил и ещё раз повторяю, что всё-таки сводится к тому, что всё-таки это период между пророками, да, последним пророком Танаха, да, и первым пророком Нового Завета, да, Бритха Даша. Поэтому здесь имеется в виду, и основу берут первое, это от книги Маковеев первой главы, первой книги Маковеев на основании не первой главы, извините, а просто на основании первой книги Маковеев, между прочим, передали вам просьбу, чтобы вы прочитали Маковеев. Маковеев. А? Маковеев. 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 Можно так или... Ну, то есть это апокрафическое издание, понимаете, да? Вот. У вас есть проблемы с этим, да, что оно не каноническое или что? Вообще нет. Нет, не только, что... Но это важные книги, вы знаете, да? Это... Да, они считаются не боговдухновенными книгами, да, они не вошли в канон, но они считаются важными книгами, историческими книгами, книгами мудрости, то есть это важные книги. Поэтому вот в первой книге Маковеев, на основании первой книги, есть такое заключение. Если прочитать эту первую книгу, то можно сделать такое заключение, что иудеи верили, что после Малахии пророчества прекратились, но снова появятся с приходом Мессии. Как вам такое заключение, как оно для вас звучит? Ещё раз повторю, да. Иудеи верили, после Малахии пророчества прекратились, но снова появятся с приходом Мессии. Ну да, это мы как мессианские верующие, мы так считаем, что так оно и было. Есть такой историк, еврей, Иосиф Лавий. Знакомо для вас это имя? Иосиф Лавий. Да, две очень важные книги, которые, ну, просто рекомендую вам прочитать. Это иудейская война, да, иудейские древности. Две книги, иудейская война и иудейские древности. А скажите, кто, ну, вообще прочитал, допустим, Маковеев? Ну, они, они же там небольшие вообще, вот Маковеи вообще небольшие, да? Ну, а? Тяжело читать. Тяжело читать? Нет, но очень чувствуется, что это Бога-небесная. Да, это совершенно нечего. Не нужно, пожалуйста, что это? Она просто есть повторяя. Один царственный, другого царя. Ну, хорошо. То есть хоть кто-то посмотрел в эти книги, да? А какие страшные вещи прочитать? Страшные вещи? Это, знаете, один... Сейчас брат свидетельствовал. И вот он вернулся с Камчатки, там служил он, ну, на флоте. И приехал в Одессу, пришел, значит, к своему отцу, а его папа кричит, горе, у нас горе. Там сестра твоя всех попала, в общем, проблема. И он говорит, папа не переживай, говорит, я офицер, у меня высшее образование. Говорит, я в чем здесь подвох? Вот. И ей говорит, значит, там литературу какую там нужно почитать, я почитаю. Ну, она ему дает, значит, Гедеоновский Новый Завет, а там перед страниц 20, как бы такая, ну, справка о Ветхом Завете. Вот на 20 страницах уложили весь Ветхий Завет. И он говорит, что он прочитал эти страниц 20, ну, вот эти первые 20 страниц, и у него первое было впечатление такое, что это очень хорошая инструкция по фашизму. И, как бы, на сегодня он делает вывод, что не нужно, ну, Библию, вот, описывать вот таких вот коротких, как бы, ну, 20 страницах излагать Ветхий Завет. Потому что человек, как бы, описал это, и как он так описал, что вот для него это было, ну, именно таким образом это воспринято. Очень странно, непонятно и так далее. Вы говорите, что страшно, как ходят эти, знаете, свидетели Его. И говорят, что вот ваша Библия на русском языке, она не настоящая. Потому что разве Бог мог дать распоряжение, чтобы людей распиливали, ложили их под мотильные эти там какие-то оборудования это, да, то есть таким образом. Поэтому, знаете, я очень люблю Библию, знаете, по одной причине, ну, это как бы одна из причин. Потому что Бог всё говорит так, как оно есть на самом деле. Ничего не украшает, Он, знаете, не прячет чей-то грех. Всё обо свете, всё открыто, всё понятно, всё имеет свой смысл. Итак, на основании Иосифа Флавия делают такое заключение, что писания не писались после Артаксеркса. А Малахия датируется сразу после совершения событий при Неймии в 1433 году до... Ну, понимаете, да? То есть Артаксеркс, он был ещё чуть-чуть позже, чем Малахия, получается. Ну, то есть в итоге, как бы на основании двух этих исторических документов, да, можно сделать заключение, что вот Бог действительности молчал эти 400 лет. И вот Межзаветный период можно было бы всё-таки ограничить, ну, вот этим периодом, да, от Малахии до кого? До Иоанна Крестителя. Понятно, да? Ещё не уснули? Всё в порядке. Двигаемся дальше. Значит, причины изучения этого периода. Важно, почему мы должны посмотреть на этот период, изучать этот период времени, потому что, если мы видим этот период времени, который предшествовал начал Нового Завета, да, то и мы можем увидеть вот эту историческую, политическую позицию Израиля в этот момент, да, то мы можем лучше понять, что происходило, ну, в самых событиях, когда Мессия Иисус, если мы верим, что Мессия Иисус пришёл именно в это время, да, что происходило в этот период, какие были вот эти вот такие исторические, политические взгляды, чего народ ожидал, что, что как бы происходило именно в этот период, то есть какие события были перед этим, что случилось в течение этого всего периода. То есть если мы смотрим на вот это культурное и религиозное положение народа в этот период, то, знаете, мы для себя открываем понимание некоторых вещей, во-первых, обычаев, да, то есть вот этих же сект, о которых мы говорили, разных там партий, упоминаемых которых Евангелие, ну, например, если мы не знаем, откуда взялись эти секты, да, и какая секта из себя что представляла, то нам трудно понимать, когда мы читаем Евангелие, да, что эти говорят так, эти говорят по-другому, да, кто для нас ближе, кто для нас понятней, почему выражаются они таким образом, и тогда, знаете, мы, ну, как бы смотрим даже не одним глазом, почти, знаете, сквозь такие вот, ну, прощелины, вот, и в результате, когда нам говорят, что фарисеи — это плохо, мы просто соглашаемся и говорим, фарисеи — это плохо, а кто скажет, что фарисеи — это хорошо? О, видите, одна рука есть. О, ещё появилась одна рука. А вот. Да, то есть на самом деле, знаете, у нас тогда такое очень узкое мнение по поводу того, что происходило, и мы, как бы, вот видим негативное, но мы не видим ничего позитивного. То есть вот видеть более шире, да, для того, что такое было хорошо и что такое плохо, да, потому что мы можем вспомнить, сам Иисус говорит, да, что так, как они учат и говорят, делайте, да, но по делам их не поступайте. Это говорит о чём? Значит, то, чему они учили, то это было что? Это было хорошо, да? Но многие вещи, по которым они поступали, это было плохо, поэтому Он говорит, что так, как они учат, это хорошо, но так, как они поступают, это плохо, поэтому вы не поступайте таким образом, да, но делайте так, как они учат, потому что это хорошо. Так что же всё-таки такое плохо? Для того, чтобы с этим разобраться, посмотреть, откуда что появилось, чему кто учил и так далее. Я прошу прощения, у меня здесь компьютер перезагружается всё время. Хорошо. Кто из вас, пока у меня это всё дело перезагружается, я спрошу ещё. Кто из вас читал иудейские древности? О, есть несколько, замечательно. А иудейскую войну? Те же самые руки. Понятно. Хорошо. Слава Богу. На самом деле, знаете, я имел большое благословение, когда я прочитал эти книги. И я был вдохновлён некоторыми вещами. Ну, например, меня вдохновило, но мы будем об этом говорить, просто сейчас мне в голову приходит, описание, например, Иосифом Флавием секты Иисеев. Он её описывает, как бы человек, такой, знаете, можно сказать, практически как мирскую, со своей точки. Там описывая эту секту, он, потому что, знаете, эти люди, они жили такой особой, может быть, особлён, особлён, обособленностью, да, и в результате, как бы многих не допускали к себе, ну, то есть, нужно было там, по-моему, три года ждать, для того, чтобы стать частью вот этой вот секты, например, да. Но в результате, вот он делает такое заключение. Эти люди, они жили очень долго, многие переживали сто лет. В то время это было вообще на самом деле, ну, частое явление, да, то есть люди умирали, ну, многие очень рано, вообще. А это движение, видите, люди, почитающие Бога, да, они так интересны, будем говорить более подробно, потом, там, они очень рано вставали, молились, там, читали Слово Божие, потом, они возвращались с работы, вместе, значит, одевали специальную одежду, там, ушли, после этого. В котором часов перемена? Через 8 минут. Ага. Хорошо. Значит, вы себе отметили, какие книги? Вот это, в принципе, вот из таких, знаете, исторических документов, это вот основные книги, то есть, которые вот действительно говорят об этом периоде, если вы их прочитаете, то вы будете очень хорошо понимать этот период, будете видеть, что происходило, что, зачем, почему и для чего. Значит, сделаем отметку о периодах, которые показывают действительно огромные изменения вообще в Израиле. Значит, конец Танаха. Ну, общепринято говорить Ветхого Завета, знаете, да, вот, но, знаете, сегодня все больше поднимается вопрос о том, что это не совсем правильно вообще говорить, что, ну, Ветхий Завет, да, потому что само слово не совсем правильно, как бы, которое означает, что это что-то, что уже, как бы, заветшало, ну, то есть, особенно в русском языке. Ну, в общем, как вам нравится, можем говорить, конец Танаха, да. Значит, что здесь? Значит, мало евреев пришло в свою землю, и многие остались в России. Мы, этот каждый период мы еще будем рассматривать, я просто сейчас такой вкратце, как бы, маленький такой, ну, делаю обзор. Это период когда? Когда мало евреев пришло в свою землю, и много осталось в России. Ну, давайте я немножко ваши знания поднимем. Я думаю, у вас знаний достаточно, просто после Вавилонского пленения. Совершенно верно. После Вавилонского пленения, а кто помнит, сколько вообще пришло евреев? Почти 43 тысячи, да. Ну, если взять с людьми, с рабами там и так далее, то получается вообще 50 тысяч. Ну, вот всех, кто вообще пришел, да, ну, то есть, именно вот евреев пришло там 40, почти 3 тысячи, там 42, не помню, 700 или сколько, ну, посмотрим потом. А вот, а если вообще, некоторые пришли, там были и богатые люди, которые пришли, и они пришли со своими там рабами, слугами и так далее, те, которые не были по происхождению евреями. И в общей сложности, в перечне получается, что это было почти 50 тысяч. На самом деле, вы можете понять, да, что из Вавилонского пленения угнаны были, ну, большая часть, а вернулась, это очень маленькая, маленькая частота. Значит, также здесь идет, будет речь идти о постройке храма, то есть, это важное событие, постройка храма, храма. Ну, другие сами учатся сказать, восстановление храма, да, то есть, хотя это была постройка храма, опять же, но восстановление храма, который был разрушен, храма Соломона, это важное событие этого периода. Восстановление авторитета писания в народе. Ну, я надеюсь, вы читали книги Неемии и Ездры, вот, и там есть очень важные такие события, которые описываются, да, и события, которые происходили именно в этот промежуток времени, в котором мы сейчас с вами находимся. Какой сейчас промежуток времени? Ну, еврейский праздник какой был недавно? Суккот, да, построение кущей, да, и вот именно вот этот праздник отпраздновали тогда те, кто вернулся, ну, был построен храм, да, те, кто вернулись из вавилонского пленения, они праздновали именно праздник Суккот и в это время читали писание. Это было восстановление авторитета писания в народе. Это было очень сильное событие такое. Народ пребывал в таком, знаете, состоянии сокрушения и в то же самое время их постигала после этого огромная радость. То есть, это было грандиозное событие. очень важно, что в это время Израиль, он, ну, объединенный, да, я говорю уже сейчас об Израиле, как в том отношении, что уже он будет рассматриваться, хотя, ну, в разной, я уже сказал, да, литературе, которую вы будете смотреть, там будет всегда писаться, что это период Палестины, да, ну, Палестина, Палестина, но я говорю об этом, как об Израиле, хотя здесь уже сказал, да, проблема в том, что Израиль был разделен, а потом, когда было возвращение, то, в принципе, этой части Израиля не было толком, потому что вернулись, в принципе, в Иудею практически, и потом это все происходило восстановление и так далее. Важным событием, ну, здесь, как бы, вот этот, что именно Иудея, она становится частью здесь также Персидской империи. Это тоже огромное, как бы, влияние на состояние народа в это время. Очень важным событием было то, что правление начало осуществляться местной властью. И еще одно событие, в этот период времени было много браков с иностранками, особенно это относилось к священническому роду. И вот книги Немии и Ездры описывают эти события также, да, мы помним. Что происходило, значит, в начале Нового Завета, то, что является тоже таким важным, что повлияло на Израиль, на его изменения. Это, значит, Ирод, правление Ирода, фарисеи, саддукеи, прокуратор, такой орган власти, как Синедрион и развитие такой темы, как предание старцев. То есть в этот период, да, все больше мы слышим о предании старцев, да, не то, что было написано, да, а то, что было передано из уст в уста. Что, что? устная тора, да, совершенно верно. Давайте еще запишем даты. Некоторые это периоды, когда евреи находятся под чьей-то властью, значит, первые это были Ассирийская империя, 900-606 год до Рождества Мессии, 900-606 год до Рождества Мессии, Вавилонская Вавилонская империя, это 606 год, 536 год, 900-606 год, это существующие империи, которые также оказывали какое-то влияние на еврейский народ. Вавилонская империя, 606 год, 536 год, это все до Рождества Христова, понятно, да? Потом Персидская империя, Вавилонская, 606, 536 год, Персидская, 536-332 год, Греческая, по 63-й, тоже до Рождества Христова. И Римская империя, 63-го года до Рождества Христова, по 70-й год, уже Новый Эр. после Рождества Христова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова